Солбака Против коллективной собственности и против частной одновременно Но такой позиции не существует Поэтому они не могли задекларировать какую-то экономическую позицию изначально Потому что их экономическая позиция буквально несуществующая позиция между рынком и его отсутствием Поэтому у нацистов по большей части риторика вся держалась на пафосе Про то, что на даже не националистическом, а эзотерически расистском, даже я бы сказал Мистически расистском пафосе И как бы и все Это не значит, что нацистское учение полностью состояло из пафоса Я этого не утверждаю Это, кстати, неправда Часто говорят, что фашисты и нацисты Этого два было строя, которые, в отличие от коммунизма, были построены на иррациональной реакции на появление коммунистов Но это не так То есть и нацизм, и фашизм, они имели свою позитивную программу Позитивную не в смысле хорошую и приятную А в смысле, что они что-то действительно предлагали в плане проекта общества То есть у них действительно был проект того, как общество должно было в итоге выглядеть Так же, как и у коммунистов он был Просто в случае с фашистами и нацистами Эти два строя, они перестали существовать очень быстро И они остановились просто в фазе промежуточной диктатуры То есть это примерно как если бы Советский Союз был бы уничтожен на этапе новой экономической политики Ленина И мы бы тогда запомнили Советский Союз как государство, в котором НЭП То есть мы бы даже не называли НЭП НЭПом То есть было бы в учебнике истории написано Вот Ленин объявил новую экономическую политику Но это для нас тогда не был бы даже период НЭПа Мы не называли бы его так Мы бы его просто называли РСФСР Вот эта история РСФСР, она вот так выглядит Так же как мы историю Третьего Рейха помним по тем политическим решениям Которые были приняты Гитлером и его ближайшим окружением В том виде, в котором они были приняты в реальности А потом им пришла пизда По их вине им пришла пизда Не надо было нападать на весь мир в принципе То есть со Сталином они могли бы продолжать дружить, кстати Легко Но они отсосали, забрав с собой в могилу многие миллионы белых жизней Есть такое Но это не означает, что они были менее рациональны, чем коммунисты В своем построении А просто это как бы хочу make it clear Потому что очень просто неправильно понять то, что я говорю Так как будто проинтерпризировать то, что я говорю В общепринятом каком-то ключе левацком Что вот мол Нацисты это иррациональная реакционная какая-то сила Это не так То есть Можно наверное назвать их иррациональными В том смысле, в котором и коммунисты тоже были иррациональны Потому что их учение основано было не на практике А на неких базовых положениях Из которых они делали выводы То есть не исходя из окружающего мира А исходя из текста Фундаментального какого-то Можно сказать, что это иррационально Ну да, тогда марксисты-то тоже иррациональны Получается